здравствуйте дорогие друзья в этом фильме я расскажу вам о своих секретах создания учебного видео у себя дома на самом деле таких секретов в интернете вы найдете немало я попытаюсь обобщить и все вместе в одном ролике легко и доступно начну с того что первый секрет очки нужно поднимать дужки чуть вверх чтобы они не отблескивали если их просто одеть вот так то начинается ужасное ослепление это засветка второй небольшой секрет это видите мой лоб не блестит очень часто когда делают съемку лицо блестит это ужасно недавно я видел выступление грифа на гайдаровском форуме он весь сияет от софитов от освещения это смотрится не очень хорошо недорого пожалуйста посмотрите у себя сколько это стоит ваших магазинах приобретите и пожалуйста применяйте мне это не обязательно но в то же время иногда это очень помогает качеству дальше вот я сейчас следующий тезис посмотрел для себя блокнотики тезисы расписаны то есть я говорю сейчас без подсказки без чтения из головы подбираю слова иногда делаю паузы а дикторы по телевизору читаю текст прямом эфире без таких вот недостатков для того чтобы также хорошо читать без запинки меккани и беккани вы можете использовать телепромтер да говорят телесуфлер или просто суфлер я его сделал сам вот его изображение как я его сделал если нужно кому-то подробнее я расскажу сейчас я говорю без телепромтера следующий секрет когда вы что-то вещаете какое-то проводите занятия смотрите в глаза зрителю ему в душу это очень сложно есть разные советы мой совет я приклеил сейчас на видеокамеру кусочек зеркала с отверстием я вижу свои глаза куда они смотрят я вижу сам себя я вижу свое положение в камере сразу одновременно я это все вижу с помощью этого зеркальца это моё ноу-хау пожалуйста берите на вооружение как сделать отверстие в стекле и как его пилить я не рассказываю можете найти в ролике ролики в интернете которые об этом говорят или просто пойти к стекольщику и он вам это сделает я приклеиваю это зеркальце двухсторонним скотчем следующий секрет музло музыкальное зло или музыкальный фон я очень часто очень долго применял музыкальный фон своих лекций своих рассказов я провел опрос в группе я просил товарищей это настоящее зло избавляйтесь от музыкального фона или делайте его очень очень тихим но все равно он этот фон может отвлекать внимание зрителя того что вы рассказываете то же самое можно сказать и про динамический фон я очень люблю вставлять сзади себя на стену какой-то динамический фон друзья это тоже зло старайтесь очень аккуратно его использовать этот динамический фон чтобы он был добром но обычно он только забирает внимание и отвлекает от главной цели микрофон я думаю что где-то за полторы две тысячи в домашней студии вполне достаточно применять микрофон недорогой вот так они бы небольшая цена я считаю главное уметь правильно выставить настройки но если есть возможность ищите лучше какой-то с рук бы ушные по более низкой цене как повезло мне за пол цены я прямо в тот же день на авито нашел и тут же купил как его повесить проблема у каждого своя нет единого рецепта тут необходимо подходить индивидуально и смотреть я могу посоветовать каждому из вас кто учится в нашей академии dream study готов индивидуально подсказать именно его решение включая и то как повесить зеленую ткань сзади если вы хотите применять эффект завещения цвета это тоже можно сделать причем это можно сделать в программе бесплатной open broadcasting service оба с всем кому интересно я приготовлю инструкции как работать с этой камеры программное обеспечение есть следующая проблема это сюжет для чего и что вы говорите я советую очень внимательно относиться к этому моменту вот я сейчас выступаю без подготовки без сюжета только накидал 10 тезисов для себя и их озвучиваю из головы это не идеальное решение нужно продумать уже так чтобы он был захватывающий интересный от которого нельзя было бы оторваться но сейчас я работаю без сюжета поэтому я не очень интересно слушать ну и последнее пожалуй друзья это свет 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 это бич при создании видео фильмов высокого качества с замещением какого-то фона сзади себя можно я считаю я убежден в этом создать недорогое освещение даже у себя дома а если посмотрите на то как это сделал я вот эти светильники очень легко убираются в домашней обстановке их можно быстро убрать если не нужно и быстро также развернуть как это будет у вас я не знаю я видел некоторые коллеги ставят большие хорошие светильники заказывают их в интернете ждут получают но я не знаю они не говорят где они их хранят если у них такая площадь ну хорошо если есть а если нет то тут надо думать куда-то все убирать вот я нашел такое решение со светом у меня их несколько фронтальное освещение боковое сзади освещает два светильника вот этот фон специально и это пожалуй еще не идеально но я буду наращивать и дальше свою практику и делиться с вами дорогие друзья я не непрофессионал видеосъемки у меня нету больших бюджетов но я показываю вам как можно решить эту задачу создания учебного видео спасибо вам дорогие друзья всего доброго если нравится ставьте лайк если есть вопросы пишите свои вопросы я с удовольствием на них отвечу до свидания